всем привет с вами снова павел сегодня хотел поговорить немножко о приводящих мышцах бедра почему сегодняшняя тема об этих мышцах хотел поделиться своим опытом опять же одного из моих челленджей под названием поперечный шпагат челлендж номер три и опять вы выявил у себя обнаружил у себя слабое звено это приводящие мышцы которые нужно и тренировать и растягивать прокатывать чтобы прогрессировать в поперечном шпагате побывав сегодня в копенгагене называется упражнение копенгагенская планка я его тоже покажу ролики какие делал это для укрепления мышц после этого упражнения я хочу показать как я прокатываю при помощи цилиндрических роликов мягкого можно прокатывать на начальном этапе и жесткий прорезины прокатывать если уже болевые ощущения прошли у меня были довольно таки болезненные ощущения приводящих мышцах особенно в места крепления ближе к колену там я ощущал на первых этапах прокатки сильную довольно таки сильную боль и все это мог прокатывать только при помощи данного ролика мягкого и очень так скажем так по чуть-чуть продвигаясь в изучении поперечного шпагата продвигаясь в укреплении приводящих мышц бедра так называемых поддукторов вы увидите это название по и в поисковом запросе в google от английского слова приводить до акт и я понял что нужно больше работать с этими мышцами чтобы быстрее прогрессировать поперечном шпагате сейчас я покажу принципе особо рассказывать больше нечего я сделаю видео одни об одной из методик об одной из техник которые используют используют для освоения поперечного шпагата их на самом деле очень много различных техник сегодня коснусь более детально прокатки и так для этого нам потребуется коврик покажу вначале на мягком ролике потом покажу на жестком ролике для этого мы ложимся на живот ставим ролик параллельно коврику поднимаем ногу и получается в районе колена опираемся на ролик и мы получаемся перпендикулярно ролику и начинаем прокатывать это место вернее всю внутреннюю поверхность бедра у меня были самые болезненные ощущения вот буквальном месте самым близком к колену теперь они ушли можно я могу полностью нажимать использовать почти всю тяжесть тела опираясь на ролик и вот вот так вот прокатывайте находя болезненные места триггеры и стоит прокатывать по всему по всей поверхности бедра вот таким простым образом можно прокатывать приводящие мышцы бедра меняем ногу точно так же ставим ролик параллельно публику поднимаем ногу опираемся на кук на ролик начинаем катать на мягком ролике я уже не не чувствовал но абсолютно как будто бы нет никакого смысла в этой прокатке никаких ощущений неприятных не присутствует вот таким образом можно прокатывать внутреннюю поверхность бедра теперь я возьму жесткий ролик скажу сразу что одним из минусов таких вот полых роликов есть то что если уже и не пользоваться ну весь вес тела полностью опускать на данный ролик то они имеют свойство трескаться вот эти пластиковые вставки они трескаться поэтому я вставляю этот ролик вовнутрь ну и по крайней мере до конца не сломается внутренняя вставка так получается гораздо более точечно потому что у нас есть такие вот ребристые поверхности и удобнее прокатывать вовнутрь потому что когда колено не упирается в пол всю поверхность можно можно ставить ногу на на пол чтобы немножко уменьшить интенсивность находить точки самые болезненные и точечно их прокатывать подставлять ролик в том положении в каком вам более комфортно чтобы не было сильных болевых ощущений вот когда попадая на пупырышки немножко я чувствую как есть какое-то воздействие на мышцу вот таким образом производим прокатку внутренней поверхности бедра меняем ролик на эту сторону нога перпендикулярно прокатываем другую ногу тоже можем опираться на пол можем вначале находил болезненные точки потому что все они у меня сосредотачивались внутренней поверхности в районе колена и даже после прокаток находя точки самой интенсивной боли я стал оставался на этом ролике от 30 до 60 секунд я лежал и вот чувствовал как боль потихонечку постепенно уходит то есть более точечно работал с болезненными точками болезненными триггерами более локально а потом прокатывал всю внутреннюю поверхность бедра роликом вот таким образом можно завершить я так завершаю тренировку поперечного шпагата включая туда растяжки изометрические упражнения силовые и в конечном итоге прокатываю внутреннюю поверхность бедра данными роликами надеюсь информация была полезна сегодня всем искренне желаю успехов в изучении возможности своего организма давайте вместе продвигаться к поставленным целям у меня пять челленджи как я и говорил и я думаю что поперечный шпагат будет самым-самым сложным в этом во всем процессе хотя один из силовых тоже мне не легко дается о нем расскажу в следующем видео спасибо за внимание до следующих встреч с вами был павел